Что для здорового человека обычное дело, для инвалида счастливое событие. В Хортицком национальном учебно-реабилитационном многопрофильном центре построили лифт. Теперь учащиеся с ограниченными возможностями могут беспрепятственно передвигаться по учебному заведению. Этот день учащиеся и работники Хортицкого национального учебно-реабилитационного многопрофильного центра ждали 6 лет. В 2001 году здесь открыли областное отделение ранней социальной реабилитации. И в учебном центре появились дети с заболеваниями внутренних органов и систем, дети с инвалидностью. Транспортировать их между этажами родителям и воспитателям приходилось буквально на руках. Однако, чем старше ребенок, тем это сложнее. Строительство лифта началось в конце 2008-го. На него было потрачено более 800 тысяч гривен, рассказывают руководители центра. Проект здания, которому почти 60 лет, не предусматривал подъемника. Пришлось делать все с нуля. Лифтовую шахту построили почти без задержек. С покупкой кабины лифта из-за нехватки средств пришлось повременить. Под Новый год дети наконец-то получили долгожданный подарок. Это дает равную возможность нашим студентам, учням, вихованцам брать участь у учебно-виховной деятельности, у реабилитации. То есть, иметь возможность брать участь у всех четырех направления реабилитации – физической, психологической, социальной, педагогической и профессиональной. Это очень полезное, скажем так, мероприятие. Очень хорошо, что открыли лифта, как видно, что детки просто так не могут попасть на второй, третий этаж. У меня такой более проще случай – это коляску поднять, и я сама потихоньку поднимаюсь. Но не все так могут. Чтобы понять, это просто надо сесть коляску, подъехать к лестнице, и тогда все станет понятно. Я рада своих друзей, что им легче передвигаться вниз себе. Раньше было сложно, а теперь уже будет легче подниматься на все этажи. Это событие отметили праздничным концертом, в проведении которого были задействованы большинство учащихся. Во время выступлений они демонстрировали не только свои таланты, но и то, чему обучаются в центре. В честь праздника Нового года за успехи в учебе, а также за активную позицию, детей поощрили разнообразными подарками. Особой номинацией за стремление к жизни отметили учащихся с ограниченными физическими возможностями. Гостям мероприятия представили и гордость центра, выдающийся пара спортсменок – Викторию Савцову, Викторию Марчук и Таисию Мамай. Директор учебного заведения Валентина Нечипаренко говорит, хочет, чтобы все знали, что воспитанники центра – это красивые и талантливые дети, и они заслуживают жить на равных со всеми и быть счастливыми.